В наше время, например, не то, что я старик, да, но когда учился там, то есть какие-то такие были стыдливости там, как-то видел старшего проходят, как-то там даже если человек хулиганил, там как-то курил, он как-то там скрывал это. А сейчас уже как-то уже так молодой пацан, так скажем, да, молодая девчонка стоит, курит, мимо проходят взрослые люди, и уже это люди не стыдятся. То есть в мире, я тебе преподносил на Западе то, что это нормально, то, что у каждой есть свобода, выборы и так далее, то есть вещи, которые были не нормальные, они, то есть это должно быть нормально. Там подходит человек, говорит, я, моей супругу, у нас есть дети, это все и живые истории, это не придумали, это живые истории, с которыми мы сталкиваемся, и говорит, моя супруга изменила меня со своей подругой. Субханаллах, как так? Или там еще что-то. И такие вот вещи, гей-парады, которые происходят сейчас на Западе, вот в мое понимание мир и порядок, то есть вот, которые на Западе сейчас вот это вот ставят открытые, ЛГБТ и так далее. То есть вот в этот момент, когда мы видим даже свою молодежь, и видим, что они как бы ездят туда и берут эти некие ценности, как сохранить вот ценности, как я, например, как мусульманин, как сохранить вот эти ценности ислама, и не поддаться вот этому порядку, которым люди хотят там, так скажем, враги Всевышнего, установить этот порядок. Почему враги Всевышнего? Потому что ни в какой религии, ни в мусс-исламе, ни в христианстве, ни в иудаизме это не надо.